Как будет дальше развиваться общественный транспорт и что мешает повышению качества обслуживания? Об этом говорили на брифинге с участием первого заместителя главы администрации Белгорода Константина Полежаева. В июле этого года состоялся конкурс на право осуществления пассажирских перевозок. Согласно положению в Белгороде действует 64 маршрута. По договору на них работают три компании. Главное требование к перевозчикам, чтобы транспорт был комфортным для пассажиров, экономичным и экологичным, не ниже класса Евро-4. А это значит, две трети автобусов придется заменить. Делаться это будет постепенно. Осложняют работу водителям и создают коллапс на дорогах нелегальные перевозчики. Они курсируют по маршрутам номер 27, 28, 33, 127 и 128. В 50 рейдах было составлено 200 протоколов об административном правонарушении. Работают две компании, таксопарк и спутник, которые не меняют конкурс, не заключали договора и по своей сути на сегодняшний момент являются абсолютно нелегальными перевозчиками. То есть вот эти все жалобы населения о грязных автобусах, о дымящих, чадящих и в плохом техническом состоянии, это компании незаконных перевозчиков. Журналистов интересовал вопрос, когда на остановках появится информационное табло, чтобы и жителям, и гостям города было проще ориентироваться по маршрутам. Константин Полежаев подчеркнул, что этот вопрос решается. В Белгороде реализуется за счет инвесторов проект «Белгородская остановка». В этом году будут изменены и оснащены 40 остановок общественного транспорта. Там будут стоять информаты, там будет стоять карта города в обязательном порядке, там будет стоять карта маршрутов, там будет расписание. Да, наверное, не все сразу. Да, хотелось бы нам, конечно, все поменять единовременно. Но, к сожалению, финансовые возможности таковы, что мы будем двигаться частями, этапами. Еще одна поднятая на встрече тема – платные парковки в центре города. Как отметил Константин Полежаев, в настоящее время утверждается нормативно-правовая база. Старт проекта перенесен на 1 ноября этого года. Обратили внимание журналисты на некоторые так называемые проблемные маршруты, например, 31. Его в ближайшее время еще раз оценят специалисты. Власти мониторят ситуацию на дороге и в случае необходимости готовы скорректировать работу. Так, например, по требованию жителей маршрут троллейбуса номер 5 продлен до аэропорта.